Дорогая жена, если ты не вернёшься в наш уютный дом, я спалю ваш замок дотла, вырежу всё живое, а что не вырежу, то понадкусывают пёсики, целую твой любящий муж. Мне кажется, он злится. Интересная мысль. И откуда, позволь спросить, такой вывод, госпожа Шерлок? По-моему, это очевидно. Ни одного смайлика в сообщении. Грёбаные военные походы, надеюсь, хоть в этом замке найдётся курева. Бросал бы ты это дело, всё-таки курение вредит здоровью. Это подъёмы в 6 утра, полгода без душа и стрела в груди вредят здоровью, а не курение. Ой, не переувеличивай, я попал тебе в колено. Блин, ты бесспорно тот ещё фантазёр. Бесспорно любой парень тот ещё фантазёр. Да ладно тебе ворчать, всего год без женщины и интернета. Ну, надеюсь, хоть сегодня смогу нормально оторваться. Хотя и от женщин я бы тоже не отказался. Ты с ними давай там поосторожнее. Нынче занимаясь сексом, всегда есть вероятность что-нибудь подхватить? Гонорею, ВИЧ? Или чего хуже? Даже отношения? Подонок. Сволочь. Гадина. Чтоб ты сдох. Ненавижу. Убила бы. Солнышко, что-то случилось? Ничего не случилось. Надо же, такая маленькая, а уже женщина. Ещё одно слово и завтра ты не проснёшься. Мы же с тобой окончательно и бесповоротно решили начать бегать по утрам. Ты и сама завтра не проснёшься. Моя королева. Я с вами везде гулял? Гулял. От любой беды вас. Защищал? Защищал. Всякие комплименты красивые делал? Делал. Где мои отношения? Какие ещё отношения? Вы вроде уже так давно встречаетесь? Ещё не задумывались о детях? Конечно задумывались, просто... Нам кажется, что мы пока ещё не готовы. Здорово, щеглы! Сегодня мы будем делать своими руками кормушки! Или точнее, мы пока ещё не готов. Да уж, наверное, тему лучше сменить. Скажи, а как называют у вас на юге вот эту штуку, что у тебя на лице? Серая хворь. А как называют у вас на севере? Я, конечно, не уверена, но думаю, что ты из разряда лютый пиздец. Я тебя с работы домой провожал? Провожал. На сообщения в три часа ночи отвечал? Отвечал. После ссор с бывшими всячески поддерживал? Поддерживал. Где мои отношения? Какие ещё отношения? Долго ещё будешь игнорить? Я же уже извинился. Что, всё ещё злишься? Да, я был неправ. Прекращай уже. Ну чего ты молчишь? Скажи хоть слово. Вот стерва. Ушла и оставила скриншот. Я тебя за руку в кино держал? Держал. Дома у тебя ночевал? Ночевал. Голой тебя видел? Видел. Где мои отношения? Да какие ещё отношения? Ты что, злишься? Конечно, злюсь. Ты совсем перестал уделять мне время. За последний год даже в кино ни разу не сводил. Я провёл год в плену. Вечно у тебя отговорки. Мне там как бы руку отрубили. А ты, я смотрю, всё продумал, подлец. Вот не зря мне подруги говорили тебя бросить. Сестрёнка, мне кажется, они говорили это немного по другим причинам. Ой, да что ты понимаешь в женщинах? Я отлично понимаю женщин. За свою жизнь в вас так наизучался, что меня уже ничем не удивишь. Даже если скажу, что женщины какают? Я... Нет. Вот и живи теперь с этим. Ну ты су... Буду откровенен. Я самый безответственный человек. Стабильно изменяю, матерюсь, пью, не стесняюсь рукоприкладства. Да и вообще сам по себе тот ещё козёл. Но зато у меня есть... Светочки. Так что, может, пойдём... И немного подшпёхаемся? Ну пойдём. Ну вы охутили. Все мужики козлы. Мы, конечно, не подарки, но и 8 марта не ежедневный праздник. Вы самые бесполезные существа. О да, а женщины прям полезны. Мы хоть что-то иногда делаем. И что же вы, например, делаете? Делаем первые шаги познакомиться, пытаемся понравиться, говорим комплименты, дарим подарки, всячески подстраиваемся, слушаем ужасную музыку, что вы присылаете, шлём улыбающиеся смайлы с мрачной харей. А что делаете вы? Имеете при себе грудь. Манипулируйте своими манипуляторами. Если музыка не нравится, можно так и сказать. Ага, вы подкупаете наши внутренние жюри сексом. Мы не можем объективно оценивать бьянку или нюшу. Подкупаем? До половины сексуальных контактов происходит по вашей инициативе, причём частенько под воздействием вина или даже денег. Но-но-но. Вообще-то это мужская государственная программа легкодоступного секса. А вино и деньги... Генеральные спонсоры. Ваше Величество, вы зря так нервничаете перед поездкой. Да, для вас пока Вестерос это что-то неизведанное. Такое пугающее и незнакомое. Как для девушек на севере Кунилингус. Но пройдёт время, и вы обязательно освоитесь. Надеюсь, эта страна такая большая. И скоро эта страна будет ваша. Мы обязательно победим. Победим. А теперь... Объясни-ка, что ещё за Кунилингус такой? О! Я видел опорно, которое начинается так же.